Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском ЦСКА, который недавно официально объявил о подписании Хорхе Караскаля. Вот так вот, не прошло и трех лет. Это не шутка, потому что реально, года три назад появились первые слухи про переход Караскаля, и это были не просто какие-то домыслы и желтуха, это там, простите, агент футболиста, представители клубов реально подтверждали, что ведутся переговоры. Не сложилось. Ну, тогда за него требовали сумасшедшие деньги, но с тех пор многое поменялось, Караскаль как-то начал стагнировать, застрял в своем развитии, перестал развиваться, и поэтому аргентинцы решили, пускай валят в Россию, на правах аренды там, может быть, выкупят. В общем, сделка, которая выгодна, как мне кажется, всем сторонам. ЦСКА получил сильного атакующего хавбека, при этом занял одно из мест в лимите, потому что сейчас у ЦСКА не так много иностранцев, есть возможность кого-то подписать, кого-то здесь подстроить коллективу, и вот, пожалуйста, Караскаль. Но возникает логичный вопрос. ЦСКА подписал трех футболистов, достаточно схожих по типажу. Медина, Языджи, Караскаль. Все трое универсальные атакующие хавбеки, способные действовать в центре, на флангах и так далее. Возникает вопрос, как они будут совмещаться на поле, и как будет выглядеть команда, тем более, что в первой части сезона очень серьезного прогресса, на мой взгляд, добился Эджуки, который тоже будет здесь конкурентом. В общем, давайте попытаемся разобраться в ситуации в армейском клубе, как будет выглядеть атакующая линия армейцев в ближайшее время. Но сперва мне хотелось бы рассказать о спонсоре данного выпуска. Это каперское бюро BestCapper. Футбольные прогнозы от опытных аналитиков. Опыт в ставках с 1999 года. Ну и постоянным клиентам оплата после выигрышей. BestCapper проходите по ссылке в описании. Знакомьтесь! Итак, вариант номер один, который недавно как раз-таки пробовался в товарищеском матче. Это использовать всех троих новичков одновременно. Караскаль, Медина плюс Языджи. В этом есть несомненные плюсы, потому что все трое футболисты высокого уровня, каждый со своими талантами. Тот же самый Медина — это хорошие стандарты плюс качественное обострение передачами. Языджи — это такой футболист с аналитическим складом ума, способный быть, если что, и плеймейкером, и таким, знаете, мозговым центром. Караскаль — это сумасшедшая техника. И при этом все трое универсальны, то есть их можно ставить в разных сочетаниях. Кого-то слева, кого-то справа, кого-то по центру. Можно их, так скажем, менять по ходу встречи, что один переходит на одну пробку, другой на другую, и так можно путать соперника. Короче говоря, это еще и создает определенные перспективы по ходу матча. Можно использовать вариативность игроков и таким образом создавать ударные группировки, например, на одном из флангов. Потому что каждый атакующий хавбек из этих новичков способен играть на любой позиции. И, допустим, они могут сдваиваться, а то и страиваться на одной позиции, чтобы все трое оказались, например, на левом фланге и что-то там интересное раскатали в зоне там фланга-полуфланга, допустим. И это, разумеется, может путать соперника, потому что как ты расставишь здесь опеку персональную на каждого соперника, когда у тебя футболисты ЦСКА постоянно меняются местами. Помнится, кстати, в свое время Красич и Жирков периодически такое делали, менялись флангами. Такая вот Газаевская зарисовка была. Может быть, сейчас Березуцкий, как раз во многом ученики Газаева, будут это использовать. С другой стороны, хотелось бы отметить, что здесь есть и минусы. И тот же самый Караскаль вот в этом матче товарищеском получил красную очень оперативно. То есть парень такой злобный, агрессивный, пытается помочь команде, но порой перебарщивает. И знаете, когда столько появляется латиноамериканцев одновременно на поле, в этом есть определенный риск. Потому что Медина, Майо Фернандес все-таки бразилец, теперь еще и Караскаль. Кто их знает, куда их там понесет. А ребята жаркие, горячие, могут и потерять голову. При этом хотелось бы отметить, что в рамках этой системы, этой расстановки, конечно же, не будет хватать сыгранности, потому что совершенно новая тройка. Здесь, конечно, армейцам хотелось бы сохранить хоть какую-то стабильность и хоть какую-то преемственность состава, чтобы были игроки из прошлого полугодия, скажем так. Также в этом варианте состава есть минусы то, что Эджуки неизвестно куда ставить. Да, есть вариант, при котором Эджуки можно выпустить в центр нападения вместо заболотного, но это вариант только под контратакующий футбол, чтобы впереди был вот такой маневренный форвард, который будет носиться, открываться и так далее. А вот под позиционную атаку, когда уже пространство не будет в центре обороны разбежаться для Эджуки, вот здесь уже нужен заболотный, более силовой, более таранный форвард. Потому что одно дело, когда соперник, допустим, идет вперед большими силами и оставляет позади там двух или трех центральных защитников, и таким образом позади есть определенное пространство, где может работать Эджуки, выдвинутый вперед в качестве форварда. Это одна ситуация. Другая, когда там толпа футболистов, все держат по рукам и ногам, и хрен сдвинешься, тут уже нужна мощь, тут нужен заболотный, собственно говоря. Поэтому здесь данный вариант применим только в определенных встречах. Поэтому возникает вопрос, а что дальше? Мне кажется, что все-таки заболотный, как футболист фундаментально важный для команды при позиционном нападении, сохранит место в составе. А что касается остальных позиций, мне все-таки кажется, что Караскаль окажется на скамейке, особенно на первых парах. Эджуки важнее, Медина и Языджи, в отличие от Караскаль, лучше сыграны, поэтому этим новичкам доверять будут. И мне кажется, что четверка атаки будет Языджи, Медина плюс Эджуки и заболотный, сочетание нового и старого. Что же касается Караскаль, ну опять же, учитывая то, что он только-только появился в команде, мне кажется, его будут наигрывать потихонечку, по 30 минут, по 20 минут в концовках. И мне кажется почему-то, что Караскаль вообще будет полезен в первую очередь, как такой 12-й игрок, который уходит со скамейки и взрывает ситуацию. Потому что чем он хорош? Скоростью, техникой, мобильностью, подвижностью. Против уставших соперников, особенно в нашем тягомотном российском чемпионате, где скорости невелики, это шикарный вариант. Футболист будет разгонять атаки, футболист будет эффективен. Если ЦСКА еще и выйдет вперед в счете, то тогда сопернику придется идти вперед и раскрываться, и тогда еще и свободные зоны будут. И тут-то Караскаль втройне эффективен. В общем, на самом деле, здесь сплошные плюсы, если использовать Караскаля именно так. Тем более, что он, в отличие от Медины, не подписан на какой-то постоянный контракт. То есть, если Медина это игрок, который еще 4 года будет получать в ЦСКА зарплату, и нужно, чтобы он развивался, раскрывался, чтобы он не стагнировал, то с Караскалем другая ситуация. Ну, посидит он на скамейке, ну, загубит Усун Гассе карьеру, посидев на скамейке, потеряет игровую форму. Ну, его отдадут обратно, и все. Знаете, как ненужную игрушку. Вот и все. А с Мединой придется возиться еще несколько лет. Поэтому, конечно, в этой ситуации логичнее доверять тем футболистам, на которых больше надежды. В случае с Мединой это связано с тем, что у него контракт. Есть все-таки с ЦСКА. В случае с Языджи это связано с тем, что Языджи по масштабу таланта, мне кажется, посерьезнее игрок, чем Караскаль. И в него логичнее будет вкладывать игровые минуты. Плюс к этому Мединой и Языджи, когда они на поле, это два великолепных варианта при стандартах. И, понимаете, это огромный плюс для ЦСКА, учитывая то, как они эффективно используют эти стандарты на старте вот зимней подготовки вот в этих товарищеских матчах. У Караскаль таких стандартов даже близко нет. А сейчас ЦСКА в первую очередь нужно добиваться результата. И стандартные положения. Это пока что у армейцев прям оружие победы в товарищеских матчах. Так что, на мой взгляд, четверка атаки будет строиться именно так, без Караскаля. Но Хорхе будет выходить со скамейки и показывать себя. Потому что мне кажется, что он именно в качестве резервного 12-го футболиста может быть очень эффективен. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Всем пока.